Всем привет! С вами Марина и сегодня мы будем готовить варенье с черной смородиной. Это даже будет не варенье, а джеми с черной смородиной. Поэтому, кому интересно такое видео, то оставайтесь со мной и давайте приступим. Хочу сказать, что я за сезон делаю большие заготовки варенья, но вот это вот варенье с черной смородиной, наверное, мое самое любимое, потому что оно получается очень-очень ароматное, оно очень красивое по цвету и очень приятное по консистенции. Оно просто великолепно смотрится в вазочке для варенья и, конечно, сохраняет такой аромат свежей черной смородины. И в этом варенье отсутствует кислинка, что для меня очень важно, потому что раньше, когда я не знала этот рецепт, варенье с черной смородиной я не очень любила, потому что оно было для меня кисловатое. По этому же рецепту варенье получается просто превосходное. Я рекомендую вам его приготовить. Для того, чтобы приготовить варенье, джем из черной смородины нам понадобится непосредственно сама черная смородина, нам понадобится вода и сахар. Я поставила миниатюры тех доз, которые нам будут нужны, потому что сегодня мы собрали урожай черной смородины и у меня получилась 2-ти литровых ведерка. То есть, соответственно, я буду готовить в двойной дозе. И сейчас расскажу в количестве, сколько нам понадобится продуктов. Черной смородины нам понадобится 2 кг, воды нам понадобится 3 стакана и сахара понадобится также 2 стакана. Я не стала ставить перед вами большую кастрюлю, в которой я буду варить свое варенье. Сделаю небольшие фотографии, вставлю их в свое видео. С чего мы начнем? В кастрюлю мы высыпем 2 кг черной смородины. Я буду говорить на одну порцию, сама же буду готовить двойную. В кастрюлю мы высыпем 2 кг черной смородины и добавим 3 стакана воды. Все это доведем до кипения и будем варить на среднем огне ровно 10 минут. Не больше, не меньше, а ровно 10 минут. Я сейчас прервусь для того, чтобы сделать эту процедуру, а потом продолжим. Итак, сейчас покажу, что происходит с нашим вареньем. Вот оно закипает, то есть я взяла кастрюлю, в кастрюлю добавила 2 кг ягод, добавила 3 стакана воды. Все это прокипятило 10 минут. Затем добавила 2 кг сахара и сейчас наше варенье должно вариться ровно 5 минут. То есть на таком среднем огне оно должно покипеть. Затем горячее варенье раскладываем в стерилизованные банки, закрываем крышками и на несколько дней убираем в холодильник. Затем достаем варенье и кладем его уже на постоянное место хранения. Это кладовка, погреб, либо любое темное место. За это время, пока варенье находится в холодильнике, оно и приобретет консистенцию джема. Это очень вкусный рецепт варенья, очень рекомендую вам приготовить. Зимой это варенье вам будет напоминать о лете. На этом мой видеорецепт закончен. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравился мой рецепт. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok